всем привет сегодня 17 октября суббота а либо или сегодня вчера было 6000 за день заболевающих ну люди не все 50 процентов даже меньше придерживаться масочного режима живу в новострой и короче сейчас от начинаются дожди он видите трубы ремонтируют удали можете там вокруг дома про я не знаю пролить чем-то или как-то так чтобы она попадать политики главные врачи там рассказывают что ситуация ухудшается и т.д. т.п. сейчас вам покажу я не помню какой номер поликлиники но сейчас покажу есть очереди или нет сейчас быстренько зайду и выйду люди на таких работах работают стараются что-то я не знаю ну как только этот коронавирус начался начали транспорт ну перестал ходить или всем привет сегодня 17 октября суббота короче иду на работу давно уже видосики не снимал сейчас в украине уже наш город в красной зоне ну и все другие части украины также ситуация все хуже хуже в украине антирекорды вчера либо или сегодня вчера было 6000 за день заболевающих короче это пандемия вся только начинается мне постоянно голове думаю когда же это все закончится когда границы начнут открывать как бы но ничего не понятно и мне кажется это будет длиться чем год-два потому что все хуже хуже и что будет дальше непонятно вчера ждал маршрутку людей немерено другой страны даже ну люди и не все 50 процентов даже меньше придерживаются масочного режима хорошо что я нашел работы возле дома и буду и буду ну наверное больше на машинках стараться не кататься потому что вот мне и знакомая которая мне сказала что у нее друг от короны умер ну короче он там больница что-то пошел у него ну дал тест у него корона потом начал что-то кашлять в больнице ну как бы лег на стационар лечили лечили ничего не не помогает потом взяли он говорит ну я тогда буду с таким лечением буду лучше дома лечиться ну выписался и пошел домой и за два дня короче уже хуже короче температура больше поражения легких больше и короче и через два дня он дома и умер вот ну не знаю нас украине как-то люди не придерживаются 50 процентов где-то людей придерживаются все остальные как-то ну всем не верится не знаю мне тоже до конца до сейчас и не верится в это как бы не знаю новые выборы также у нас сейчас будут местные проводиться 25 числа и карантин продлили школы по закрывали институты закрыли и вот в этот момент будут проводить выборы 25 числа вот живу в новострой и короче сейчас от начинаются дожди он видите трубы ремонтируют вдали вроде новостроя до 7 7 или 8 лет дому вода в подвале плавает думаешь как они это все делают как они строят чисто когда экономят на всем делают лепят лепят что-то непонятное она потом течет разрушается у нас все тем более дом построен на склоне таком небольшом понятно что они там свои какие-то вбивают даша фонд фундамент стабильным был но все равно как вы вы не можете там вокруг дома про я не знаю пролить чем-то или как-то так чтобы она выпада не попадал ну короче вот короче такая вот фигня и тут в таких домах то вообще в подвалах там там такое творится что не только коронавирус там можно найти там такую дичь можно найти ой вам рассказать еще планирую у меня выходные вторник среда короче думаю сейчас возможно что начнется принудительная все равно не обсервация принудительно заставят людей сидеть дома тоже как бы такая комбинированная вот ну смысле там я думаю неделю дома неделя работать не знаю ну во всяком случае по новостям смотрел да как бы политики главные врачи там рассказывают что ситуация ухудшается и т.д. и т.п. такая вот такая вот наша украина да хочу не знаю в режим этой пандемии поезжу по другим городкам покажу как живут люди чем дышит потому что у нас время остановилось да как бы центр города центр города городов у всех красивые да ну стараются да более-менее но вот как бы да ты заходишь куда-то в район какую-нибудь такую местность и у тебя здесь полнейший какой-то хаос по поводу youtube канала мне с франции пришел пин-код для подтверждения моего канала ну и теперь как бы все видео которое вы будете смотреть да то я за видео буду получать какие-то копейки да ну деньги получать они будут мне ну по идее на карточку я уже могу их сохранять но я уже за этот период времени заработал порядка 18 долларов ну за вот эти все за четыре месяца моего моей активности в ютубе ну буду продолжать просто здесь в украине ну какой-то такой режим работа дом работа дом особо денег соответственно раза в два меньше чем в польше зарабатывал если в польше ну у меня было какое-то вдохновение снимать да то здесь ну то что я дочку не вижу да для меня это какой-то стресс ну и как бы привыкаю к новой жизни как как вообще жить без одному потому что внутри я папа ну как бы а сейчас уже за эти три месяца которые в украине я дочку видел там три раза ну короче буду ждать этого времени когда она сама захочет увидеть меня ну не знаю но отведите какой беспредельчик тут творится просто но и так везде ну большие в большие частности сейчас вам покажу я не помню какой номер поликлиники но сейчас покажу есть очереди или нет сейчас быстренько зайду и выйду маску одену только и 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 он, короче, в аварию попал. Ну, вот у него, да, там он был в четвертой неотложке, там, ну, в травмопункте. Там, конечно, да, много всех этих несчастных людей, которые попадают в какие-то аварии. Да, по поводу короны, да, ну, я не видел супер очередей этих. Не знаю, дай бог, чтобы я и не видел их. Ну, короче. Они старики. Старики одни убирают, он что-то старается для своих общежитий. Ну, вот это общежитие одно, второе. И только с СССРской закалочкой какой-то люди на таких работах работают, стараются что-то. СССР, наоборот. СССР, наоборот. типа мы будем в обычном типа режиме работать транспорт у нас не будут по идее выключать не знаю просто когда-то тогда я не знаю ну как только этот коронавирус начался начали транспорт ну перестал ходить или соответственно такие коллапсы стали но именно дурдом сейчас такого уже не допустят метрополитен даже остановили метрополитен вообще останавливать нельзя потому что это это металл он должен работать он должен смазываться постоянно ладненько я уже к работе подошел постараюсь чаще выкладывать и выкладывать видео как-то так и буду наверно в свободное время поезжающую по маленьким городкам покажу что вокруг нашей украины